сейчас я хочу немножечко прострочить складочки внутри чтобы вот здесь на груди они у меня не открывались и были стабильными а уже от линии груди вниз они у меня расходились вот здесь отмечена линия середины груди и вниз буквально тут еще на давайте измерим на 8 сантиметров вот я это с металлой и то есть вот до этого уровня я хочу складки застрочить но застрачивать буду не прям вот здесь в сгиб а вы видите что я проложила сметывающую строчку на миллиметр вправо и вот вдоль этой сметывающей строчки я внутри вот здесь вот сейчас проложу машинную строчку это мне нужно для того чтобы складочка с лицевой стороны смотрелось как будто бы она есть но была закреплена вот тут вот по внутренней части и уже после этого я проложу строчку вдоль плечевого среза чтобы закрепить глубины складок видите сейчас они свободные от летные машины строчка я их закреплю установлю сейчас одностороннюю лапку это еще называется лапка для притачивания обычных молний вот таким образом сдвигая в левую иголку и сейчас по линии будем с вами шить длину стежка сделала три целых две десятых в начале строчки закрепка я уберу сейчас сметывающую строчку одна готова и теперь вторая мы с вами сейчас немножко под утюжим нашу складочку при утюжим глубину чтобы она была более плоской только до уровня где прошита видите вот у меня вот здесь прошитая вот тут вот при утюжу причем видите я аккуратненько так утюжочком заезжаю еще на сам шов то есть как бы его тоже так плоско от утюживаю и если есть деревянный брусочек можно вот таким образом охладить чтобы он впитал в себя лишний пар и влагу и чтобы этот участок у нас с вами запомнил нашу при утюженную нами форму вот и после того как мы отогнем ну вот картина здесь станет посимпатичнее линия груди у меня получается здесь и складочки заканчиваются вот тут вот чуть ниже линии груди здесь я сейчас аккуратненько сметаю и будем с вами уже работать с деталью по плечевым швам нужно будет прошить также здесь в районе плечевых срезов нужно будет тоже наши глубины складочек закрепить пару слов о том какие участки я проклеила продублировала плечевые срезы на детали переда где складки я продублировала только вот этот вот маленький хвостик все остальные плечевые срезы продублировала полностью аналогично я дублирую детали спинки здесь у нас тоже есть все эти перечисленные ранее срезы вот они плечевой горловина пройма и здесь еще у меня будет небольшой разрез с пуговкой и вот это место где будет разрез я тоже продублировала флизелиновой бейкой выкроенной по долевой и теперь мы с вами будем соединять перед и спинку по плечевым срезом обметала плечевые срезы на полочке и на спинке раньше я обметывал а уже после того как прошила шов и со временем поняла что не для каждого варианта шва это подходит во первых некоторые производители например грассер дают припуски уже готовые на своих выкройках и этот припуск один сантиметр то есть либо мы берем грассеровский один сантиметр либо когда я вырезаем бумажную выкройку мы срезаем полностью припуски и даем по всем срезам свои припуски какие нам хочется я обычно вырезаю выкройки грассер с грассеровскими припусками и вот у меня получается что при пуске швов один сантиметр и это получается не всегда удобно под эверлоком когда мы уже прошили шов припуск всего один сантиметр и не всегда получается красиво обметать иногда у меня гуляет строчкой и мне не нравится как получается обработка среза поэтому я решила попробовать обметывать срезы заранее и уже готовы прошивать после того как мы с вами прошили плечевые швы наше платье выглядит очень прозаично вот таким вот образом теперь то же самое я хочу сделать на подкладке я наложила подкладку на платье лицевой стороной к лицевой стороне и сметала вдоль горловины иголочки пока не вынимаю пока иголочки здесь остаются и сейчас буду прошивать этот шов на машине также я подготовила вот такую вот петельку эта петелька которая будет навесной сзади и она будет подсоединяться к левой части спинки но тут довольно длинный хвостик я вот белой ниточкой отметила собственно саму петлю она будет надеваться на пуговку и таким образом платье будет застегиваться мы сначала прошьем нашу горловину вот этот вот шов мне нужен потом вплотную к нему я приложу уже мою петлю и мы с вами прошьем вот этот вот наш обработаем наш разрез сзади который теперь после того как я обработала горловину можно приложить нашу петельку только нужно приложить не прям к самому шиву а я отступлю вот вниз наверное миллиметра на 45 чтобы лицевая ткань она у нас будет с вами достаточно плотная чтобы она не затягивала изнаночную наверх чтобы изнаночная не высовывалась с лицевой стороны вот поэтому я отступлю здесь 5 миллиметров то есть вот вот так чтобы было в готовом варианте видите вот вот такая вот такая вот петелька после того как мы с вами обработали разрез подкладкой я хочу прошить центральный шов на спинке на основном платье и на подкладке мне единственное здесь нужно по заботиться о том чтобы вот это вот моя зеленая полосочка была на одинаковом расстоянии от центрального шва я пока просто скалываю детали так чтобы уложить их друг относительно дружки а потом буду еще равнять мою зеленую полосу сколола центральный шов на спинке и хотела показать вам вот это вот самое важное место которое у нас оказывается сверху то есть вот здесь у меня выше продублированный разрез ниже уже будет сейчас вот сюда идти шов точнее он будет идти снизу вверх и вот видите я полностью отгибаю подкладку наверх чтобы она не попала в шов и сюда сейчас буду здесь буду прокладывать строчку когда я прошиваю шов ниже молнии я частенько сначала прошивая небольшой участок ниже молнии сантиметра 3 убеждаюсь что здесь все получилось ровно симметрично и только после этого начинаю прошивать шов полностью до самого низа потому что по сути нам самое важное хорошо состыковать вот это вот верхнее место основную ткань ниже разреза мы с вами стачали и теперь давайте сделаем то же самое на подкладке обработала проемы подкладкой закрепила подкладку настрочив ее на припуске шва и выметала отвернув подкладку на изнаночную сторону более подробно я показываю этот процесс в пошиве другого платья ссылочку на ролик оставлю в инфобоксе под этим видео теперь нужно прошить боковые швы на платье и на подкладке обрабатываю их также как прошивала шов центральный на спинке который у нас ниже разреза пока складки заметаны можно оценить реальный объем платья это 36 бурдовский размер мои мерки 90 70 94 плюс-минус пара сантиметров в обе стороны так ну что ж настал момент истинный и я сейчас буду распарывать вот эту складку точнее две складки которые у нас тут с вами есть потому что больше они не нужны точнее больше вот эти стежки которые скрепляют нам не нужны все что нужно я прошила и сейчас нам осталось только обработать низ платья и можно будет уже носить в принципе мне понравилось как это выкройка садится и без складочек то есть по сути можно взять просто эту выкройку и сшить по ней вот такое вот простое прямое платье не с платья я подогнула примерно на 4 сантиметра обметала на оверлоке и подшила потайным стежочком ссылку на мастер-класс с потайной подгибкой низа я оставлю под видео низ подкладки я прошила московским швом пока у меня не получается сшить его строчка в строчку получается две параллельных но ничего со временем все придет винтажная пуговка из маминых запасов очень она мне нравится поставила ее на спинку изнанка разреза на спинке и горловины спинки подкладку вдоль горловины я закрепила машинной строчкой и строчку начала от моей черной вставки на проймах я подкладку также закрепила за припуски шва и и вот так это все выглядит с изнаночной стороны большое спасибо за внимание я была рада снимать для вас это видео пока пока а а а а Продолжение следует...